Главный троечник был по фамилии Сидоров. Ой, ну что-то за ветер. О, это хорошо, что я взлетел. Вот если сейчас бы такой ветер, то моему дрону пришел бы конец. Сразу говорю, ребята. Не, а там реально он просился. Что-то я как-то игнорировал его. Сейчас там будет дом культуры. Просьбу и 120 метров все равно я взял. Ой, ой, смотри, что творится. Ага. Там уже по центральной улице, кстати, едем. Что-то я рисковал, наверное. Больше так делать не буду. Да, он дом культуры. Ну, вроде бы я сел благополучно. Это у них тут площадь. Да, по этой улице мы ни разу не ездили, кстати. Да. Вот дом культуры тут приедет. Вот, смотри, какой тоже. Это, наверное, администрация. Красивые цветочки. Тут центр у них. Да, мы с тобой как-то проезжали всегда с другой стороны. Вот памятник. Кстати, скажите. Абаю. Памятник Абаю. Ну, понятно. Красиво как цветут. А улица Аблайхана, это я еще раз скажу. Это одна из центральных улиц Валмай-Тэ. Тоже та улица Аблайхана. Тэ, ничего себе. Вот тебе и большой на рынок какой. Да. И тоже от ЖД и до... Вот коробка. И до площади республики. А рынок здесь есть? Подскажите нам, кстати. Нам вот некогда поговорить с местными. Вот всегда меня просят поговори, поговори. Поговорите вы сами лучше. И так мне скажите спасибо, что я езжу везде. Вот сегодня мы с Наташей преодолели почти 800 КМ. Вот ребята с Тучкамана до Курчума. Затем от Курчума до Ким Кириша. Затем с Ким Кириша до... Вот по крайней мере... Можно было завести. У Кен Нарына. И сейчас от У Кен Нарына мы должны доехать до Новой Бухтармы или Октябрьского. Вот православный храм. Да. Но здесь мы уже не полетим, потому что ветер конкретный. Я знаю, почему мы с вами проезжали. Потому что мы всегда едем с тобой с Катона, с той стороны, и поворачиваем сразу на мост. И по какой-нибудь... Не по центральной мы дороге ехали, а по другой. И поэтому сюда мы прямо не проезжали никогда. И с той стороны мы никогда не заезжали. Ну вот видите, все случается, когда так первый раз. Вот так вот посмотрели. Центральную мысль. А кто еще с Большина Рыма? Бабушка, прабабушка, что ты еще говорила? Кто-то. Я не знаю. Ой, красавица идет по церкви прям. Кто еще? Прабабушкин муж. А, еще Большина Рыма и с Зыряновской, ты сказала. Ну да, в Зыряновске. Афиги. Это речка такая. Речка, да. Речка с Сурком. Суркал. Требетишки. Так, мы не будем взорвать, наверное, в Зыряновске мы заправимся спокойно. Все, ребята, преодолели мы Укин Нарын. Сейчас выдвигаемся в сторону Зыряновска. Я не знаю, мы поедем по Ривьере или нет? Нет, мы по Ривьере ночью не поедем. Ночью Наташа трусит, видит трос. Там потом... Играет в хоккей. Она же взять играет в хоккей. Зачем не трусит. Там потом проселочная дорога. Лучше в другой раз поедем на Катон и поедем через Ривьеру. Ну, хорошо. Мы по Ривьере проезжали, а вот эту дорожку сегодня мы весной, помните, мы ехали и ехали, доехали до Маяка. И все тоже у нас чик. Ну, и, кстати, и правильно сделали. Вовремя мы развернулись. Мы как раз вечером домой спокойно и приехали. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Это комбайн. Медленный идет. А, вон еще машину убитую. Это не комбайн, погрузчик. Машину убитую везет. Дальше мы видим опять степной пожар. Пахнет, ага. Ну, это сегодня была такая... Они же писали, что угроза лесных пожаров. Да, и посмотрите, как это все выглядит. Выглядит это достаточно опасно. Кто-то тушить это будет? Ой-ой-ой. Это опасно. Смотрите, как он поглощает траву. Ой-ой-ой. Может, сейчас тут гаишники ехали, может, они едут за пожарными. Ни-фига себе. Как быстро. И этот, который мы видели, по ходу пьесы, такой же. Который мы там вам засняли. Ну, может, дождь сейчас потушит? Ну, вот сейчас бы, да, дождь. Вот сейчас дождь здесь просто необходим. А то же он сейчас и вот эти повредит. Вот сомненько. Да, это кто-то, скорее всего, бросил огурок из автомобиля. Больше тут вариантов просто даже нету. Так оно как-то, смотри, урывками. Ну, значит, несколько огурков бросили. Да? Может, стекло лежало от стекла. Будем надеяться. Магарит, так как хорошо. Так оно там сухая дрова, конечно. И что, приедут тушить? Что упало? Или упало, или они восстанавливают... Провода. Электричество, да. Вышка. И тут прям все. Тебе три в одном. Вот председатель на нас стоит. И еще, смотрите, какую длиннючую везет штуку. Ой-ой-ой. Так вот темноте не увидишь, а что? А он опору везет. Он везет опору, которую... Да. Вообще можно Даню увидеть, самое интересное. Маленькую веревочку привязали. Ну, ладно, все равно оперативно. Значит, они знают, что там пожар. Раз вот отким или в костюме стоят. Ой-ой-ой. Ну, это вообще опасная. Вот, обратите внимание, какие-то действительно подсолнухи и поля. Очень много. С самого, в общем, освенчатки. И вот практически до свертка на Васильевскую переправу. Подсолнухи, подсолнухи. И я не знаю предназначения вот эти все-таки дефангольных подсолнухов. Но с этой стороны росли достаточно хорошие. Я просто... У нас тарханки-то какие там, там вообще подсолнухи, подсолнухи такие. Веселая тарханка. Жирные такие. Жирные, да, как поезд пассажирный. Но тут все-таки почва обеденная такая, она с песочком. Пустыня, мягко говоря. Но все равно растут уже. Ново Хай Рузовка, да? Да. Ново Хай Рузовка. Ну, понятно. У нас Ново Харюс, наверное. Наверное. Я так думаю. В общем, осталось у нас на закусочку, естественно, Катон. Остался самый красивый, самый замечательный. Самый удивительный, самый сказочный, самый неповторимый. Я не знаю, сколько прилагательных еще можно сюда. Сафир, Изумруд, Алмаз, Казахстан. Раньше там наш бывший президент, ну, Султан Назарбаев, постоянно в сезон на морали панты прилетал. И остался у него там, по-моему, хостинком охраняется тоже неплохой такой, да, отельчик. Вот так называемый, что такое. Мыться в крови морала. Но, ребята, ничего абсолютно не спасает ни кровь морала. Все мы уйдем тогда, когда, тогда, когда, как говорится, строй планы, да. Ну, не размеши им имя Всевышнего. Поэтому хоть закупайся ты. Сколько тебе отмерено, столько и проживешь. У нас сегодня маму, он звонили опять, упала с кровати. И это, несмотря, у него там вообще 55 болезней. Диабет, ожирение, сердце. Какая-то шишка на голове, там, не знаю, там миллион еще всякие, почки, печень и так далее. Ну, 85 лет, да? Угу. Три няньки возле нее бегают. Ну, с Наташей, конечно, во главе. Слава богу, сила есть. Да, сила есть, ума не надо, встала, слава богу. Я просто говорю, что... Голова закружилась. Я просто говорю, что никто ничего не знает в этой жизни, когда кто придет, когда кто умдет. Катик, на фоне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!